Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о гениальной уловке десантников, которую применяли воздушно-десантные войска разных стран, начиная с Третьего Рейха и заканчивая Советским Союзом в Афганистане. Уловка эта заключалась в десантировании манекенов и имела разное применение. Давайте приступим. Одним из создателей десантных манекенов является Джордж Фридман. Из его интервью 1986 года и получена основная информация по применению манекенов во время боевых действий. В 1938 году с ним связался британский агент, который сообщил, что англичане ищут американских производителей, способных разработать десантные манекены для секретного военного проекта. Однако Фридману не сказали конкретно для чего манекены будут использоваться. В итоге он придумал несколько вариантов и его компания изготовила 3800 манекенов, тайно отправив их в Канаду, а затем в Великобританию. Эти манекены стали известны под именем Руперт. Однако первыми использовали манекены при десантировании немцы в мае 1940 года, во время вторжения в Голландию и Бельгию. К сожалению, немецкие экземпляры не дошли до наших дней. Осталось только несколько фотографий, но их применение в целом было успешно. Противник был сбит с толку и рассредотачивал свои силы для поиска ложных десантников. Немецкие манекены были заполнены соломой и точечно применялись в разные годы. Одно из наиболее успешных применений было в Орденах. Неопытные американские части долго блуждали в поиске десантников. Именно немцам приписывают эксперименты с прикреплением дымовых шашек для большего реализма, но на практике эта идея не применялась. Первое применение союзных фейковых десантников произошло также в 1940 году против итальянцев в Африке. Затем в июле уже над территорией самой Италии. В следующий раз соломенные болванчики десантировались над Мадагаскаром. Британские манекены были гораздо примитивнее американских и представляли из себя по сути мешки с соломой, у которых схематично были прикреплены руки, ноги и голова. Американцы создали свои десантные манекены только в 1943 году и первые версии были сделаны из металла. Их испытания проводились в марте того же года. Во время испытаний самолет периодически скрывался за дымовой завесой для сброса маленьких металлических манекенов с такими же небольшими парашютами. Их сбрасывали с разных высот и расстояний от наблюдателей, которых попросили составить отчеты. Притом некоторым наблюдателям вообще не сказали, что идет тестирование манекенов. По итогу испытаний было отмечено, что манекены выглядели слишком грубыми. Из-за отсутствия ног и рук, малых размеров и большой скорости снижения, их эффективность была признана крайне низкой. Проект признали полностью провальным. Но от идеи не отказались. Кстати, Джордж Фридман присутствовал на тех испытаниях, и по его словам, американцы просто скопировали ранний британский проект, от которого англичане отказались. Следующая версия манекенов выглядела куда более реалистичней. Ее облачили в летный шлем, тяжелую куртку с толстым воротником, шарф, тяжелые штаны и ботинки, а руки были сложены на груди. На сей раз наблюдателей удалось обмануть. Кто-то сказал, что манекены отдаленно напоминают статуэтку «Оскар», поэтому они получили такое название. В итоге было создано несколько вариантов. Один из мешковины, другой из резины, третий был надувной резиновой куклы. Во время первого боевого применения манекены показали себя с хорошей стороны, и было принято решение продолжить их использование. Но наиболее масштабное применение состоялось во время Дня Д. Операция по ложному десантированию получила название «Титаник» и включала в себя сброс сотен манекенов вдоль побережья Франции. Целью десанта было запутать немцев, чтобы они не могли понять, где будут происходить реальные высадки. Вместе с манекенами прыгнули шесть бойцов САС, чтобы создать большую шумиху на земле с помощью точечных диверсий. Однако известно, что через несколько дней вернулись только двое. Судьбу остальных выяснить не удалось. Операцию «Титаник» признали успешной, поскольку большое количество немецких войск впали в замешательство и искали десантников впустую. Во время Дня Д. британцы сбрасывали рупертов, сделанных из мешковины и заполненных песком, соломой или деревянной стружкой. Несколько оригинальных рупертов были потом подобраны и отправлены в музеи, а уже в 80-е годы на старом аэродроме были найдены неиспользованные манекены. Американский основной вариант манекена представлял из себя резиновую версию, названную P.D. Pack, он же «Оскар». Его модифицированная версия была оснащена звуковым устройством, имитирующим огонь из оружия, а при приземлении манекен взрывался. Некоторые манекены снабжались взрывным сюрпризом для обнаруживших их немцев. В отличие от британских манекенов, американским не удалось принять участие в Дне Д. К сожалению, до наших дней не сохранился ни один оригинальный «Оскар», за исключением манекена из британского воздушно-десантного музея. Джордж Фридман в течение десятилетий пытался найти другие оригиналы, но безуспешно. Возможно, их уничтожили после того, как на вооружение американской армии был принят новый манекен в конце 40-х. Американцы неоднократно использовали их после Второй мировой войны, например, во время Корейской войны. Во время войны в Персидском заливе спецназ снова прибегнул к этой практике и отвлек внимание иракцев. Более того, ложный десант был произведен советскими войсками во время войны в Афганистане. Об этом рассказал генерал Борис Громов. На позиции душманов было сброшено около 15 мешков с песком, но не для отвлечения, а для того, чтобы вскрыть местонахождение огневых точек противника. Позже по ним отработала авиация и артиллерия. В противном случае при обычном штурме советские войска понесли бы огромные потери. Мешковатый Иван Ивановичи помогли сохранить жизни солдат.